Партнер программы события Лицкий хлебозавод В эфире Лицкого телевидения информационная программа события в студии Екатерина Щербаченя. Здравствуйте! Сразу коротко о главных темах материалов моих коллег. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Каждый белорус в выступлении главы государства услышал ответы на интересующие вопросы. Сегодня президент Республики Беларусь в своем послании затратил самые актуальные темы, которые волнуют все свои населения. Начало положено. В Лиде дан старт строительству инклюзивной велодорожки. Лида становится таким европейским городом, где человеку предоставлены различные возможности. Строители снова взялись за работу. Масштабная реконструкция улицы Свердлова в Лиде близится к финалу. В середине мая начнем укладывать верхний выравнивший слой асфальта. Праздник танца в Березовке. Крышталики снова пригласили гостей. В больших городах танцоров много. Училищ, школ, всего. А в сельских это уже, я считаю, подвиг, если есть какой-то коллектив или даже кружок. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Глава государства подвел итоги жизни страны за год, прошедший с момента предыдущего послания, расставил акценты и обозначил приоритеты на ближайшее время. Он затронул все важные вопросы, касающиеся жизни белоруса в целом и каждого в отдельности. Среди поднятых тем – внешняя и внутренняя политика, экономика и социальная сфера. Также Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы депутатов. В овальном зале Дома правительства послание президента к белорусскому народу и национальному собранию слушали высшие должностные лица, представители правительства, органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, дипкорпуса, депутаты и сенаторы. За посланием президента к белорусскому народу и национальному собранию следили во всех регионах Беларуси. И каждое выступление главы государства нашел ответы на интересующие вопросы. Сегодня президент Республики Беларусь в своем послании затрадил самые актуальные темы, которые волнуют все слои населения, в том числе и нашу молодежь, в том числе и меня, как молодого жителя нашего города. Наверное, каждый из нас задумывается о том, как же улучшить свое качество жизни, улучшить духовные, материальные условия. И для меня было важно, в том числе и как для руководителя молодежной организации, услышать, наверное, один из самых рациональных способов экономического развития нашей страны. Это вкладывание в наши белорусские умы всего самого лучшего. Сегодня многие молодые люди уезжают, к сожалению, из нашей Республики Беларусь, в том числе и многие талантливые молодые люди, думая о том, что за границей их ждут какие-то другие условия, лучшие условия жизни. На самом деле в нашей стране созданы все условия для того, чтобы каждый из нас смог реализовать себя как творческая личность, как человек, наверное, как хороший семьянин и выполнить все свои социальные роли и социальные функции. Сегодня у нас очень много талантливых молодых людей. Мы получаем информацию в средствах массовой информации о победителях Олимпиад, о победителях творческих конкурсов. Не стоит далеко ходить. Совсем недавно гордились нашим молодым личанином Лемонтовичем Даниилом, победителем конкурса «100 идей для Беларуси», который вложил свой вклад в экономическое развитие нашего государства, разработав проект «Косилка Мотоблочная». То есть нам есть чем гордиться и важно это сохранить. Обратите внимание на следующую информацию. В среду, 25 апреля, выездной прием граждан на предприятии «Конус» с 9 до 11 часов проведет начальник Лицкого районного отдела Следственного комитета Беларуси Александр Урбанович. В четверг, 26 апреля, Управление по труду, занятости и социальной защите Лицкого райисполкома проводит ярмарку вакансий для трудоустройства на предприятия легкой промышленности региона. Она пройдет с 15 до 16 часов в Лицком отделе содействия занятости населения, расположенном по адресу улица Советская, 31. Приглашаются на работу швеи, закройщики, гладильщики и технолог швейного производства. При собеседовании необходимо предоставить паспорт и трудовую книжку. Наличие документов, подтверждающих квалификацию, приветствуется. В Беларуси проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия», направленная на профилактику социального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений. В 2017 году в нашем регионе произошли три бытовых убийства и зарегистрированы три факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений. В текущем году совершены уже 14 преступлений по отношению к членам семьи, одно из которых относится к особо тяжким. Каждый пятый звонок, поступающий в дежурную часть Лидского отдела внутренних дел о семейных конфликтах. Если вы стали жертвой домашнего насилия, набирайте номер социального доверия в Лиде 61 10 12, либо обращайтесь за помощью в районный территориальный центр социального обслуживания населения, расположенный по адресу улица Варшавская, 9. О противоправных действиях граждан и насилии в семьях, соседей, либо знакомых можно сообщать по номерам 52 0202 и 102. Также пострадавшие от домашнего насилия могут получить помощь по телефону Республиканской горячей линии 8 801 100 88 01. Звонки бесплатные и анонимные для жителей всей Беларуси. К другим темам. Мониторинг по изучению состояния охраны труда в организациях Лидского района был проведен в апреле представителями областных комитетов профсоюзов. Его цель – профилактика производственного травматизма. На территории нашего региона работала рейдовая группа в составе 9 технических инспекторов труда. Они посетили 18 объектов государственной и частной форм собственности. Особое внимание во время мониторинга уделялось безопасным условиям труда работников, наличию спецодежды, соблюдению требований охраны труда при техническом обслуживании и ремонте техники, обеспечению аптечками первомедицинской помощи и санитарно-бытовым условиям. Главный же упор при проведении мониторинга техническими инспекторами труда делался не только на выявлении нарушений, но и на оказание организационной и методической помощи профсоюзным комитетам и руководителям организаций. У нас в текущем году, к сожалению, уже 5 погибших в организациях области и более 20 работников получили тяжелые травмы. Что, конечно же, говорит о том, что с вопросами охраны труда, организации безопасного труда имеются определенные проблемы. Хотелось бы обратить внимание на то, что цель выезда этих рейдовых групп технической инспекции труда не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы подсказать. Мы не уполномочены на то, чтобы привлекать кого-то к ответственности, а основная задача – помощь организациям по вопросам охраны труда. Масштабная реконструкция улицы Свердлова в Лиде близится к финалу. Напомним, работы на данном объекте начались в июле прошлого года, а 1 декабря на ней было возобновлено движение автотранспорта. Благодаря реконструкции проезжая часть расширилась до 14 метров и стала четырехполосной. Осенью на ней был уложен первый слой дорожного покрытия. Также на улице Свердлова были обустроены пешеходные и велодорожки. Установлено пять светофорных объектов и новое уличное освещение. Строители провели хозяйственно-бытовые и ливневые канализации, газопроводы, телефонные сети и сети электроснабжения. Две недели назад строители 19 треста вернулись на объект, чтобы закончить все работы. В течение мая здесь необходимо уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанести дорожную разметку и провести благоустройство прилегающей территории. В середине мая начнем укладывать верхний выравнивший слой асфальта. И улица попадет в то состояние, которое должно быть на самом деле ровненько, аккуратненько. Значит, сегодня идет почти утро, выделение газонов, проведение в парадах сетей. И, конечно, еще очень серьезная работа – это люки, которых здесь очень много, большое количество. Эти люки будут проведены в соответствии с проектом в отметке, чтобы они не мешали проезжей части. Эту работу мы произведем где-то примерно за две недели до начала укладки асфальта. Укладка асфальта сама по себе займет максимум 15 дней. Серьезный объем работы предстоит еще, так называемая вторая очередь, это переустройство железнодорожного переезда. Ведь это тоже входит в планы, пока оптимистические планы входят и нас, как строителей подрядных, и как заказчика. Хотя там нужны определенные средства, вложить определенные средства, но мы готовимся к этой работе. Там проходят сети, прокалывание по железнодорогой, проходят закрытым способом. Поэтому вот эта работа, мы тоже готовимся к этой работе. Там будет задействовано тоже немалое количество строительных организаций. В Лиде дан старт строительству инклюзивной велодорожки. Она будет объединять центр города с его микрорайонами. А на ее пути будут главные достопримечательности Лиды. Начало инклюзивной велодорожки положено на бульваре князь Гедемина. Именно там установлен первый на ее маршруте дорожный знак, знак, велосипедная дорожка. 10 километров. Такой будет протяженность инклюзивной велодорожки в Лиде. Она соединит улицу Советскую, бульвар князь Гедемина и городской парк. Проехаться с ветерком велосипедисты смогут также от железнодорожного переезда по улице Свердлова к Лицкому озеру, а затем к спортивно-здоровительному комплексу Олимпия. Пригласит она велосипедистов и на улицу Рыбиновского. Решение строительства велодорожки в Лиде было принято еще в прошлом году. Тогда рассматривались два варианта ее расположения. Лесной массив Боровка и центр города. Посещательного изучения ландшафта и инфраструктуры выбор пал все-таки на центр. В 2017 году город Лида стал победителем проекта ПРООН по постройке в городе Лида велодорожки. Денежные средства выделяет ПРООН и польская сторона. Мы планируем, что велодорожка в первую очередь позволит всем нашим летчанам реализовать свою давнюю мечту на велосипеде двигаться по городу. И при этом избежать конфликтов с автовладельцами и с пешеходами. Потому что сегодня практика показывает, что наша старая советская архитектура не приспособлена к движению на велосипеде и возникают конфликты. Чтобы избежать этих конфликтов, конечно, нужно воспользоваться мировым опытом. В Беларуси такого опыта крайне мало, поэтому мы рады, что попали в этот проект. Во-первых, мы научимся, как правильно организовать велодвижение. Постепенно по всему городу и на протяжении новых построенных велодорожек будут понижены бордюры. Организовано передвижение велосипедистов по пешеходным переходам, по перекресткам. Отрегулировано будет светофорное движение. Будут установлены дополнительные ознаки, конечно, в первую очередь для того, чтобы безопасно велосипедисту добираться из точки А в точку Б. Строительство инклюзивной велодорожки должно завершиться в Лиде к концу этого года. Использовать ее смогут не только любители двухколесных, но и те, кто любит ролики и роллерные лыжи. Возможность без проблем передвигаться по городу, по мнению представителя сообщества «Велолида» Олега Микулича, уже через пару лет разгрузит улицы Лиды и поспособствует улучшению здоровья лечен. Для развития велодвижения считается, что это очень эффективное вложение в развитие инфраструктуры и вообще в целом. То есть это развивает и туризм, здоровый образ жизни, ну и так далее. То есть экономические какие-то тоже бонусы от этого есть. Соответственно, если не развивать велую инфраструктуру, то развития не будет велодвижения. То есть люди не будут пересаживаться на велосипед, не будут использовать его как альтернативный транспорт. Ну а транспорт этот очень удобный, востребованный. И даже на уровне государства в прошлом году была разработана концепция развития велодвижения в стране. То есть государство видит смысл в том, чтобы развивать велодвижение, стимулировать граждан, чтобы они пользовались чаще этим транспортом. Меньше автомобилям, соответственно, будет меньше выбросов, больше людей, которые заняты на здоровый образ жизни. Так как в Лиде строится инклюзивная велодорожка, это предусматривает создание условий для передвижения по ней людей с ограниченными возможностями. Она будет рассчитана не только на традиционные велосипеды, но и на ручные модели, которые созданы для людей с инвалидностью. Будет возможность у людей с ограниченными возможностями прокатиться и на хендбайке. Приобретение двух таких велосипедов для проката, а также 20 обычных, предусмотрено проектом. Заранее эти велодорожки все были спроектированы как удобные, как такое английское слово friendly для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. И прежде всего это, конечно же, все спуски между пересечением проезжей части будут сделаны в ноль. Будет сделана специальная полоса, где можно будет отдельно безопасно двигаться и не попасть под пешехода. Согласно проекту строительства инклюзивной велодорожки, в Лиде появятся воркауты или спортивные площадки. Одна у Лицкого озера уже практически готова к эксплуатации, вторая будет обустроена по улице Тухачевского. Лучшие друзья историков – это документы. В Лицком историко-художественном музее открылась выставка архивных документов под названием «Украинская дипломатия 1917-1924 годов. Зарождение национальных традиций». Она посвящена столетию дипломатической службы Украины. На выставке представлены уникальные фотографии, копии документов из фондов государственных и частных архивов Украины и других стран. Стенды разделены на несколько тематических блоков. В них можно увидеть документы, связанные с внешнеэкономической политикой Украинской народной республики и показывающие начало образования дипломатии этой страны. Данную выставку уже смогли посетить жители Бреста. У Личан есть возможность ознакомиться с ее материалами до 3 июня. Мы уверены, что эта выставка будет интересна не только для граждан Украины, но и для всех белорусов. «Мне кажется, каждый из нас живет, развивается, получает какую-то новую информацию. Она дает ответы на отдельные вопросы, на которые раньше ответов не было, потому что на этой выставке представлены рассекреченные документы». Крышталики снова пригласили в гости. В этом году в открытом региональном фестивале-конкурсе детских любительских танцевальных коллективов сельских учреждений культуры приняли участие 14 коллективов из пяти районов Гродненской области и три коллектива из Каменецкого района Брестской области. Зал Березовского городского дома культуры в этот день был переполнен. Открытый региональный фестиваль-конкурс детских любительских танцевальных коллективов сельских учреждений культуры «Крышталики запрошают» проходил при полном аншлаге. Немало было и участников – 230 человек из 17 коллективов. У зрителей разбегались глаза от их красочных костюмов и ноги шли в пляс от зажигательных танцевальных постановок. «Коллективов очень много, выступления прекрасные, массу удовольствия получают зрители и сами участники также приветствуют и поддерживают друг друга». Танцевальные коллективы выступали в трех возрастных группах в двух номинациях «Современный танец» и «Народный танец». А вот боролись все они, конечно же, за гран-при. Наблюдая за другими участниками из зала или из-за кулис, юные танцоры оценивали выступления соперников и пытались определить, какие же оценки поставит им жюри. Среди коллективов нынешнего фестиваля-конкурса были и новички, и те, кто заглянул к «Крышталикам» в гости не впервые. Образцовый ансамбль современного танца «Тандем» из Каменца был в числе дебютантов, однако рассчитывал увезти домой награду. Выступали вот, допустим, этот танец именно только три раза, три-четыре. Это далось нам, конечно, с трудом, много было падений или еще что-то, но мы справились с этим, в принципе. А на что давить? Ну, хотелось бы, конечно, какое-нибудь призовое занять, поэтому будем стараться занять его. Главное – участие. Да, ну, все равно, конечно, хочется занять какое-нибудь призовое, желательно хотя бы второе. Станислав Морозов из агрогородка Вертелишки, что в Бродинском районе, привез в Березовку на фестиваль-конкурс свой коллектив. В городе Унемана они не впервые, поэтому хорошо знали, чтобы войти в число сильнейших участников, нужна сильная подготовка. Вы знаете, я своим детям говорю, что конкурс – это не выигрыш, это победа лучших, это не лотерея, это победа тех, кто много работает и хочет сравнить свой результат с другими результатами такой же творческой работы. Главное, чтобы у них было хорошее настроение, главное, чтобы они выходили на сцену и дарили именно вот эту энергию, которая толкает дальше маленьких детей развиваться и заниматься хореографией. А это искусство очень тяжелое и очень энергоемкое. Оценивая выступления конкурсантов и выставляя им баллы, члены жюри учитывали и хореографию, и оригинальность постановки, и правильный подбор музыки, и насколько костюмы соответствуют номеру, а также артистизму юных танцоров. Кто достойный в этом году гран-при, они решали в течение часа. Единогласно высшую награду открытого регионального фестиваля конкурса детских любительских танцевальных коллективов, сельских учреждений культуры «Крышталики запрошаюсь», члены жюри отдали дебютанту образцовому ансамблю современного танца «Тандем» Каменецкого районного дома культуры. В больших городах танцоров много, училищ, школ, всего. А в сельских это уже, я считаю, подвиг, если есть какой-то коллектив или даже кружок. Потому что сельских детей тоже надо как-то организовывать, это очень здорово. В число дипломантов фестиваля конкурса «Крышталики запрошаюсь» попали и коллективы Лийского района. Образцовый ансамбль современного танца «Ритмы планеты» Березовского центра детского творчества был удостоен дипломов второй и третьей степени. Объединение по интересам современной танцы мира этого же учреждения получило диплом второй степени. Дипломы в разных номинациях и в разных возрастных группах, а также памятные подарки и благодарность от членов жюри получил каждый участник фестиваля конкурса. Ведь каждый номер их чем-то удивил и подарил им массу положительных эмоций. Мы от имени жюри хотим поблагодарить вас за доставленное удовольствие. Хотим пожелать вам только творческих успехов, радости в этом творчестве. И чтобы вас понимали зрители. Это очень важно. В колледже искусств города Гродно. В этом году в колледже открывается набор на длине «Современная хореография». Первый раз за все время. Поэтому растите, пожалуйста. Будьте такими красивыми, веселыми, задорными. Мы вас очень любим и ждем. Организаторы фестиваля конкурса «Крышталики запрошают» работники Березовского городского дома культуры и руководитель и участники образцового ансамбля танца «Крышталики» попрощались с гостями ровно на два года. Весной 2020-го они снова пригласят их всех выступить на березовской сцене и показать свое мастерство в танце. Команда Литского района стала победителем областных соревнований по летнему многоборью «Защитник Отечества». В ее составе выступали Кирилл Абрамчик, Евгений Головенко, Илья Самусенко и Елизар Юруть. Два последних спортсмена в личном зачете стали лидерами в младшей возрастной группе. Второе место в областных соревнованиях заняла сборная Ленинского района Гродно. Третьими стали представители Октябрьского района областного центра. Эти соревнования собрали самых достойных из юношеской части населения нашей области. Вот ребята уже отбирались на своих первенствах районов, доказали то, что они лучшие, доказали то, что они самые сильные, выносливые, меткие. По итогам областных соревнований по летнему многоборью «Защитник Отечества» будет сформирована сборная команда Гродненщины для участия в республиканских состязаниях, которые пройдут в мае в Минске. В ее состав войдет ильичанин Елизар Юруть. На сегодня все. Встретимся завтра в 19 часов на канале Лида ТВ. До свидания. Партнер программы «События» – Лицкий хлебозавод. Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья. Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами. Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью.